Что касается Северной Кореи, то очень много гипотез высказывается, таких геополитических, что это война Китая с Америкой, что это война Японии с Китаем, что за всем стоит Китай, что Корея, она просто манипулируема Китаем, ну и так далее. На самом деле, конечно, в первую очередь нужно искать внутренние причины для вот этой всей истории. Есть в обеих Кореях два интересанта, которым очень важно нагнетание на призорности. Первый – это сам Ким Чен Ын, который только что пришел к власти и который не имеет достаточного авторитета в народе, прежде всего, для того, чтобы управлять и для того, чтобы его приказы действительно воспринимались как приказы, как это было с его отцом и тем более с его дедом. Поэтому ему нужно показать себя, значит, таким харизматичным и брутальным человеком, который готов там запустить куда угодно ракеты, всем все доказать, самостоятельный. И он всеми силами это показывает. И народ видит, что он не какой-то там мальчишка и не просто внук влиятельных родителей, которому все досталось по наследству, а что он тоже имеет характер деда и характер отца. А с другой стороны, в Южной Корее свой есть внутреполитический кризис, где силовиков и генералов сейчас отставили от власти, против них уголовные дела и так далее. И они сейчас тоже хотят нагнетания напряженности для того, чтобы показать свою нужность южнокорейскому народу. И они тоже всеми силами провоцируют вот эту всю ситуацию и таким образом усиливают свою позицию внутри Южной Кореи и внутри всего блока.